Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. С утра почитала комментарии под предыдущим видео и вижу, что некоторые из них удивили не только меня, но и других моих зрительниц. Выходили замуж за иностранцев, а теперь ноете. Так хотели замуж за иностранцев, теперь терпите и молчите. Я не пойму, что хотите сказать, что в семье, где оба из одной страны, если ты выходишь замуж за соотечественника, то не может быть никаких разногласий в семье, никаких семейных проблем, не может быть проблем с детьми от первого брака. Ну, по-моему, это вообще маразм какой-то. Или вы думаете, что француз, женившись на француженке, не может иметь аналогичных проблем, если он женится на иностранке. Да, ну нет, девочки, я не пойму, к чему такие комменты. Это, по-моему, полный бред. И еще один комментарий удивил. И удивило то, что очень много, вот на тот момент, когда я читала, 20 дятину лайк был поставлен под этим комментарием. Женщина написала, что она вдова, и после смерти мужа 19 лет уже прошло, и ей было стыдно снова выходить замуж, стыдно перед детьми, стыдно теперь вот уже перед внуками. Знаете, можно понять, с одной стороны, если действительно муж был очень хороший человек, если действительно была крепкая семья, то первое время очень сложно. Ну, продолжать свою жизнь, если уж так говорить простым языком. Но, с другой стороны, жизнь-то одна, но неужели не хочется какого-то женского семейного счастья? Дети – это дети, внуки – это внуки, это все прекрасно. Но это, по-моему, да не по-моему, это так и есть, это совершенно другие отношения, чем отношения между мужем и женой. И некоторые разводятся, и тоже кто-то боится снова обжечься, не выходит замуж. Кто-то, не знаю по каким причинам, но вот так вот всю жизнь прожить одной получается. Это что, если кто-то развелся, вот я вышла второй раз замуж, и мне не было стыдно абсолютно. Почему мне должно быть стыдно, если мой человек, которого я выбрала, подходит мне, если у нас есть взаимное чувство, если мы даже решили родить ребенка в этом браке? Почему должно быть стыдно? Вот этого я не поняла. Вот женщины, которые поставили лайки, которые согласны с вот этим высказыванием, объясните мне, пожалуйста, почему второй брак, третий брак, без разницы, почему это стыдно. По-моему, здесь дело никакого отношения к стыду не имеет, просто женщины не посчастливилось встретить своего мужчину. У меня есть подруга, я уже про нее рассказывала, Лена, которая уже два года, третий год уже пошел, как благополучно, наконец-то, в возрасте 50 лет, вышла замуж за американца и живет счастливо. Хотя до этого практически всю жизнь она, ну как прожила сама. Были отношения, с кем-то встречались, с кем-то жили, но когда дело касалось вот разговоров про супружество, так скажем, официальный брак со всеми отсюда выходящими, то она всегда, вот мне напоминало фильм с легким паром, где Мехков говорит, и вот и будет она ходить туда-сюда, типа в моей квартире и действовать мне на нервы. Так вот и она, что, ой, да нафиг мне оно надо, эти носки, эти рубашки стирать, убирать, и там еще кто-то будет под боком храпеть. И когда человек, который действительно, вот ее вторая половинка встретился в ее жизни, все, ни носки не раздражает, ни храп не раздражает, ни там какие-то другие возможные, какие-то бытовые проблемы, которые в каждой семье есть. И дети его не раздражают, и внуки его не раздражают, потому что это действительно ее человек, и когда ты встречаешь того, кто с тобой на одной волне, с кем у тебя действительно, ну вот взаимосвязь вот такая, наверное, потому и расходятся многие пары, которые вроде бы, как бы так, ну, видимость нормальной, хорошей семьи, и все вроде бы нормально, вот, и никто не ходит направо-налево, и как бы достаток в семье есть, и вроде бы и дети есть, а люди вот вместе, но порознь, вот они несчастливы, и удивляются потом окружающие, почему семья распалась, ну, потому что нет вот этого вот притяжения, так что не знаю я как насчет стыда, по-моему, здесь это далеко не стыд. Наверное, правду говорят, что мысли материальные, к сожалению, не всегда, вот, знаете, девочки, сколько бы я не мыслила, что хочу миллион евро, вот так вот, чтобы с неба упал, и что-то до сих пор не падает. Недавно спрашивали, у меня есть ли какие-то новые ароматы, и я тогда сказала, что ничего новенького нет, но подумала, что необходимо что-то купить, необходимо что-то посмотреть, даже просила в комментариях написать, и в прошлое воскресенье у нас был День матери, и сейчас покажу, что мне детки подарили. Вот такой вот аромат, причем у меня никогда, ой, очень приятный, никогда не было Прада, это мой первый аромат от этого бренда, называется он Парадокс, это парфюмированная вода, очень оригинальный, на мой взгляд, флакон, в форме треугольника, здесь, да, 50 миллилитров, вот этот вот флакончик, аромат сам по себе сладкий, нежный, и шлейф такой очень приятный, ненавязчивый, вот обычно, когда сладкие ароматы, они, ну, как их называют, компотные, сиропные, вот с этим ароматом я такого не почувствовала, наверное, потому что есть в пирамидке нотки апельсинчика, есть амбра, если я не ошибаюсь, конечно же, ваниль, груша, аромат, вот вроде бы, вот знаете, как при первом пшике, он похож и на тот, и на этот, и еще на какой-то, но есть какая-то изюминка, ну, не спутаешь его, я вот, по крайней мере, например, там, ну, посмотрела отзывы о нем, и тоже кто-то в супер восторге в таком, кто-то наоборот говорит, что, ну, не очень нравится, ну, в принципе, на вкус и цвет товарищей нет, мне понравился, он, конечно же, более летний, на мой взгляд, и такой вот легкий, дневной, не вечерний, по стойкости, могу сказать, средняя, где-то, если утром наносишь, то часов до пяти хватает, как бы, если бакару наносишь, то тебе ее хватает, и на следующий день, и одежда, и постельная, все имеет вот такой вот аромат бакары, то с этим ароматом, в принципе, нормально, понравилось мне, довольная и очень приятно, ну, и к тому же, что-то новенькое появилось, для того, чтобы разбавить то, что у меня есть, и еще, девочки, приятный такой момент, вот в этом подарке, это то, что сам флакон был укомплектован вот такой вот пляжной сумочкой, с кошельком, очень удобная, смотрите, внутри темная, что пачкаться не будет, и такой вот оливковой расцветки, как раз начинается пляжный сезон, и я подумывала, подкупить что-то, ну, вернее, не что-то, а вторую сумку, одна-то у нас есть, но когда уже ребенок постарше, побольше, то брать с собой приходится тоже побольше, и очень удобно, что сюда ключи от машины кинул, ключи от дома кинул, ну, я довольна. И еще одна сумочка, подарки, которые наши дети делают своими руками, они самые дорогие, они справятся, ну, по крайней мере, для меня ни с чем другим, вот в нашем классе ребятишки делали вот такие вот сумочки для покупок, обычная льняная сумка, сейчас же пакеты у нас, в принципе, ну, не то, что запрещены, но, как бы, даже в супермаркетах предлагают, если покупаешь пакет, то в основном, или вот такие вот льняные, или картонные, и вот в их классе они разрисовывали специальная краска, что, ну, можно стирать эту сумку, и вот такая вот симпатичная открыточка, вот такой вот у меня оригинальный букет, даже не букет, а цветок в горшке, как я всех своих и прошу, не покупайте мне срезанные цветы, называется куркума, понятия не имею, как за ней ухаживать, еще даже не смотрела, один цветок у нас, Лекс уже успел отгрызть, и вот два цветут, и один бутончик должен распуститься, девочки, если есть у кого вот эта вот куркума, дайте знать в комментариях, как за ней ухаживать, и еще один подарочек, это подарок для мамы от папы, это аппарат для раклет, 4 в 1, мы где-то в конце зимы, или в начале весны были в гостях, и мне очень понравилось, вот у наших знакомых аналогичная вещь, я еще не доставала, еще не пользовались, но как бы здесь есть, и он, видите, для раклет приспособление, на 8 человек, что большая вещица, у нас есть, но по-моему на 6 человек, и как бы он старенький, и в нем только сам аппарат для раклет, а здесь и гриль, и блины можно жарить, и панкейки можно жарить, и очень вкусно получается, вот если утиную грудку нарезать, вот на вот этом камне, утиная грудка, или овощи, рыбу, я тоже думаю, можно готовить, и как бы поставил на середину стола, гости пришли, и каждый себе готовит, потом и десерт можно приготовить, так что вещица классная, но пока еще не пользовались, вышло ягоду собрать, ну вот так, если смотришь, в принципе, вот если общая картинка, то ягодка вроде бы красная, ну а если вот так попереворачивать, ну вот эту можно снять, очень много, вот ну как, один бачок красный, а другой не красный, ой, а что это она пропала, что ли, да, дождик был, видите, надо будет пересмотреть, вот здесь тоже, если с этой стороны смотришь, ой, ягодка красная, она совсем не красная, да, есть конечно, что нужно будет пособирать, что тучи, то тучи, то солнце, поймешь, ну дождь вроде бы не обещали, да, сейчас пособираю девочки, вон какая красота, и хорошо, что вот, ну не вся сразу спеет, что вот на одних кустах, уже собрали, и по-новому зацветает, и там зелененькая, там он завязывается, как бы если бы все в одно и то же время, с одной стороны, да, тем, кто варенье варит, такой вариант не очень подходит, а такие вот как мы, что на покушать, то это очень даже хорошо, и вот это, вот так долго она у меня сидела, вот этот вот горшок, все листики маленькие, не цвела, ничего, и листики подросли после дождя, и цветет, и ягодки, они уже завязываются, где-то тут мне Милеша говорил, а, да, что говорит, вот даже на нут, в этой вот, которая не цвела, тоже большая ягода есть, ладно, пойду я сейчас заберу, небольшую мисочку, да, пособираю, то, что поспела, как у нас красиво, травку покосили, с этой стороны, а с этой ничего не покосили, возвращаемся с Милен, с ее тенниса, пинг-понг, да, ну, теннис-ютабля, они же здесь называют, и на прогулочной дорожке, опять у меня телефон, не держит кадр, я вот смотрю, ну, все, смотри, все, телепается, и в чем, ты думаешь, кто, знаешь, все таки, да, как, покажи, поменяла параметры, поставила на более, другое разрешение, понятно, то ли дождь опять собирается, такая погода в этом году, солнышко, солнышко, бац, и дождь, или дождь, дождь, бац, солнышко, футболисты, поменяли, интересно, они траву, вот эту тоже искусственную, он там тоже что-то делают, гудит, траву искусственную, постелили, была натуральная, убрали все покрытие, синтетикой покрыли, или натуральной, не вижу я, совсем дождь, а взрослая, какие кроссовки хорошие, видите, можно даже без носков, надела никак, и вроде бы и закрыто спереди, но в то же время, ножки дышат, и сбоку, и сзади, теннисистка моя, ага, да, конечно, и как они могут делать, расповедай, ой, сейчас будет этот, все, и потеряла весь одуванчик, вот от этих цветов у меня аллергия, вот от этих цветов у меня аллергия, как только начинает зацветать, вот все, все, будут глаза чесаться, сейчас пойдем до дому, и мама начнет проблемы иметь, так, надо подальше отойти, несмотря на то, что на небе тучи, непонятно какая погода у нас, решили все-таки поехать на море, надеюсь, что припарковаться сегодня удастся без проблем, но по крайней мере, возле дороги машины не стоят, так что будем надеяться, что на парковке тоже для нас место найдется, ветер такой поднялся, пляж полностью пустой, Миленка как всегда бежит трогать воду, но на купальник на дело говорит, даже не рассчитывай купаться, что-то сегодня навряд ли будешь, и пойдем сейчас поужинаем, на закуску я заказала карпаччо, вот такая вот тарелочка, и Пьер взял вот такие вот жареные маленькие рыбки, мы их в прошлый раз тоже заказывали, очень вкусные, не балуйся, что мы заказываем, Додься, чизбургер, и что самое невероятное, съедает чизбургер фри, то она не очень любит чизбургер, салат, и абсолютно не толстеет, Так, у меня сегодня вот такие вот кальмарчики, рис, овощи, небольшая порция салата, ну а папа наш, как всегда, заказывает вот такие вот большие королевские креветки, такие вот такие вот кальмарчики, такие вот кальмарчики,